Здравствуйте, меня зовут Ермошин Андрей Фёдорович, я врач-психотерапевт. И сегодня хотел бы откликнуться на тему, которая, на мой взгляд, очень актуальна. Да, вот тема так называемых панических атак, по ней очень много обращений. Просто спрашиваешь, что это такое, и не могли бы вы пояснить этот термин? Я с удовольствием поясню, тем более, что полжизни своей лет уже 25-30 встречаю людей, которые обращаются к этой теме. Когда-то она для меня тоже была такой трудной. Но вот постепенно как-то открылись составные элементы, из которых являются слагаемыми состояния, в котором рождаются эти атаки. Собственно, сами панические атаки, что это такое? Это приступы крайне неприятного внутреннего состояния, с напряженностью, страхом, одышкой. Которые развиваются как будто бы ни с того, ни с сего. Ну, то есть на ровном месте. И когда они происходят первый раз, человек не готов к этому, и он думает, что либо он умирает, либо он сходит с ума. То есть в обоих случаях перспектива не очень красивая. Это еще дополнительно создает такой фон растерянности, на котором западают вот эти мысли о потере стабильности. Вот эта веера такая естественная в то, что живем и жить будем, исчезает. И человек начинает, ну называется это, ипохондризироваться. То есть он болезненно уже отслеживает, не накатывает ли очередной приступ. Ну вот, признаться, лечить людей этих берутся лечить многие, но не могу одобрить многие методы. То есть психиатрический подход такой. Давать нейролептики, то есть гасить деятельность нервной системы и антидепрессанты. Но это путь в никуда. Потому что на коротком отрезке это помогает. Действительно, за счет того, что просто снижаются энергозапросы мозга и по атаке становятся ненужные. Тут, правда, чтобы развить свою мысль, вот потом я к терапии вернусь, все-таки выскажу, как я считаю, откуда она берется, эта панатака. Так вот, по сути дела, это можно рассматривать как выброс адреналина. Ну, их называют еще симпатоадреналовые состояния, симпатоадреналовые кризы. По сути дела, это выброс адреналина. Но с какой целью? Это просто какая-то катастрофа в организме или что? Вот мне кажется, что это вариант саморегуляции. Любопытно, конечно, саморегуляции организма. Для чего? Выбрасывать адреналин. Собственно, что хорошего в этой панатаке? А хорошее что? Повышается артериальное давление значительно. Сердцебиение учащается сильно. По сути дела, что это такое? Это попытка промыть организм. Но для чего его промывать? И кто запрашивает эту промывку? Вот вопрос. Ее запрашивают ишемизированные, то есть те ткани, которым не хватает кислорода. Чаще всего это области мозга определенные. Почему мозг может запрашивать или просто повышение артериального давления, или вот такими приступами повышения давления? Потому что ему не хватает кислорода. Ну, опять, не хватает, не хватает. Для этого есть несколько причин. И просто человек очень мозговитый. И природа просто уже не может обеспечить такое количество ткани через относительно тонкие поставщики. Это вот сонная артерия. Это условно там две шариковых ручки. Ну и позвоночная артерия. Это стержень от шариковой ручки. И вот все это вместе питает. При том, что мозг при весе 2% от веса тела потребляет 20% питания. И там запасов нет веществ. Никаких. То есть, если прекратилось поступление, мы знаем, через 5 минут, через 7 мозг уже может погибнуть. Ну вот. И что получается? Если человек живет, не отслеживая состояние своей нервной системы, в том числе психическое состояние, то идет по нарастающей возбуждению центральной нервной системы, вегетативной нервной системы. Это ведет ко все большим затратам энергетическим. Возбужденный мозг, отдельные его зоны запрашивают еще на 50% больше питания, чем спокойный мозг. В итоге что получается? Вот если есть этот фактор, я его называю гиперактивацией нервной системы. И повышенные запросы. С одной стороны. А с другой стороны, большое количество людей имеют такую проблему, как дискомфорт в межпозвоночных дисках. В шейном отделе, в грудном отделе. Это приводит к тому, что импульсация с этих дисков идет на мышцы, и, по-другому, у многих плеч забронированные, и на сосуды. В итоге, даже небольшой спазм от наводки вот этой, формирует еще некоторое уменьшение поступления кислорода и питательных веществ в мозг. Вот даже вот этих двух факторов уже бывает, что хватает для того, чтобы, в принципе, организм начал искать путь восстановления нормального питания головы. Это либо повышение артериального давления, как я сказал, либо вот эти приступы. У кого приступы более вероятны? У того, у кого был еще, например, у кого был, может быть, некоторый органический фон, это называется, микроорганика. В итоге сумма вот таких самих по себе, может быть, и незначительных факторов, они приводят к тому, что в какой-то момент, особенно на фоне переутомления, иногда даже нарушения диеты, то есть там кровь загустевает, например, возникает вот этот вот приступ. Ну, и у него есть два компонента. Одно это фоновое состояние, вот это вот, его с ним надо заниматься, успокаивать нервную систему, убирать наводки с межпозвоночных дисков на сосуды, восстанавливать просто нормальное дыхание, движение, кровь и так далее, да? А с другой стороны, конечно, убирать тот испуг, по сути дела, который формируется в момент первого приступа. Потому что в дополнение к дискомфорту формируется еще и вот это вот напряженная боязнь, страх повторения этого приступа. В сумме это еще по принципу порочного круга усиливает состояние. Ну вот, я что хочу сказать. При том, что эти состояния у некоторых людей длятся и по 10 лет и далее, более, их проработка занимает иногда буквально 2-3 сеанса. Это, правда, комплексная работа должна быть. Часть это простая расправка спины, иногда это регулирование уровня стояния бедер, просто под одну ногу нужна стелька и в итоге не будет шея сбиваться. То есть простые процедуры, которые выстраивают просто нормальное телесное состояние. Второе, это приемы, в том числе вот в моем методе психокатализ, выработано довольно большое количество приемов для быстрого восстановления сбалансированности организма. То есть голова успокаивается, и вот если она первоначально вот в таком виде осознает человека, то довольно быстро она входит в свои границы. За счет принятия решений по поводу того, что в голове что-то отпускается, что-то сопровождается в тело, душа укрепляется, жизненная сила поддерживается. В итоге человек успокаивается, делается профессионалом жизни, и ему много не надо, он даже дышит реже. Кстати, многие жалуются духота. Что это такое они жалуются? Духота не в воздухе, в воздухе всегда много, и даже избыток кислорода. Кислорода мало в мозгу именно, но они не понимают, что форточки здесь невозможно открыть. Их они открываются другим способом. Успокоением мозга и отпусканием сосудов. Лечение здесь именно на пути успокоения, выравнивания, проработки мышечных блоков и позвоночных проблем. Ну и других, сопутствующих проблем. В итоге все это восстанавливается. Детали есть на сайте психокатализ. Вы обращайтесь туда. Есть в моих книгах. В геометрии переживания подробно описан этот синдром. Называется синдром энергетического голодания мозга. Он описан в фобиях, разочарованиях, утратах. В книге вы найдете там исчерпывающую информацию, в том числе о комплексном подходе к терапии этого состояния. Ну и если вы захотите это прорабатывать лично со мной или с моими учениками, последователями, то пожалуйста обращайтесь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok